Приветствую вас и начать отвечать на ваш вопрос. Наверное, нужно с того, что определить, что такого в этих отношениях для вас, что при наличии откровенно неуважительного поведения в отношении к вам, вы все равно готовы мужчине прощать его поступки, его поведение, вы все равно готовы проводить с ним время и вообще теряете себя. Вот чем он так сильно вас зацепил. И вы знаете, как это ни странно, ответ укроется в вашем же вопросе, ответ укроется в вашем же сообщении, которое вы нам написали. Если говорить дословно, то это очень сильные эмоции, актерская натура, харизма, привлекательная энергетика. Вот это то, что вам нужно, это то, что вы хотите получать, и это, по сути дела, то, чего вы лишены в данный момент времени без него. Давайте подумаем. Вот то, что он вам давал, это как-то все можно суммировать. То есть, возможно, для вас проявление вот этих вот самых качеств всех является символом, например, мужественности. Может быть, для вас это идеал мужчины, может быть, это то, чего вам самой не хватает. То есть, вы всегда хотели, например, быть вот такой, но не могли быть, и из-за этого в другом человеке подобное вы воспринимаете, или, ну, как-то сказать, не совсем равнодушно. То есть, нужно понять, что для вас значит то, что мужчина вам дает. Какое значение это для вас имеет? И вот после того, как ответ на этот вопрос будет дан, а он будет дан, потому что вы, если использовать анализ, то можно прийти к выводу относительно того, что же именно вам нужно, что же именно вы хотите получать от мужчины, в чем именно вы нуждаетесь, и в чем именно ваш дефицит. Так вот, если вот это для себя уяснить, то есть, по сути дела, вскрыть основной конфликт, вскрыть основное противоречие, оно заключается в чем? Умом, вы понимаете, мужчина вас использует, мужчина с вами играет, мужчина не относится к вам серьезно, мужчина считает, что может листить вами как угодно, мужчина вас не боится, не уважает в полной мере, и, несмотря на все вот эти качества, за счет ваших желаний, а желания вполне могут быть и влечениями, то есть, неосознанными желаниями, желаниями, не имеющими представления в сознании, это перевешивает разумные доводы. Соответственно, если корень зависимости в этом, то нужно не так много. Нужно просто начать получать и удовлетворять свои желания, но не через этого мужчину. Предположим, вам не хватает некого разнообразия, предположим, вам не хватает динамики в жизни, предположим, вам не хватает движения, и вот все это нужно принести в свою жизнь самостоятельно, так, чтобы в этом не зависеть от мужчины. И тогда вы сможете строить отношения равноправные, искренне, бескорыстно. До тех пор, пока вы будете пытаться в мужчине что-то получить для себя. К сожалению, те симптомы, которые вы описываете, так и будут слабы. Они никуда не уйдут. И только лишь отоднание своих желаний, только лишь наличие четкой, последовательной стратегии удовлетворения их, этих самых желаний, поможет вам избавиться от ваших проблем. И стать, наконец-то, независимой от этого мужчины. и вести себя с ним достойно, так, как это подобает уважающей себя женщине. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.